9 марта 1965 года в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве зашел скромно одетый молодой человек. Он стремительно пересек несколько залов и замер перед небольшим полотном с изображением лысеющего старика. Это была картина Франца Халса Святой Лука. Через мгновение мужчина достал из кармана нож и вырезал ее из рамы. Украли все бело дня. Ни ночью, ни под покровом темноты. На месте происшествия улики не обнаружены, орудие совершения преступления не найдено, никаких иных следов нет. По мотивам этого преступления в Советском Союзе был снят художественный фильм. Но о том, что он основан на реальных событиях, не знали ни зрители, ни актеры. Это я сейчас только узнал, что действительно эта картина была похищена. Тогдашняя пресса и средства массовой информации очень много от нас скрывали. В момент кражи в музее были другие, более ценные произведения искусства. Но они остались нетронутыми. Почему Халс? Почему ты взял Халс, не Рембро? Все знают, кто такой Рембро, и кто знает, кто такой Халс. Считалось, что голландский художник Франс Халс никогда не писал полотна на религиозную тему. Но в середине 20 века произошло открытие, которое потрясло мир искусства. Как бы мы сейчас сказали, такая мировая сенсация, да? Не было у Халса религиозных картин, вдруг они появились. У всех четырех картин Халса с евангельским сюжетом оказалась непростая судьба. Но больше всех не повезло Святому Луке. Полотно могло оказаться на дне Балтийского моря. Или висеть в квартире старушки из Одессы, которая пыталась продать его на привозе, но так и не нашла покупателя. Или навсегда затеряться в запасниках украинского музея, как работа неизвестного русского художника. И вот теперь его похитили. Ван Гог говорил, что у Халса можно увидеть 27 оттенков черного. Как показало время, даже больше. После смерти художника Святого Луку ждала сплошная черная полоса. На следующий день после кражи музейные работники спокойно расходились по залам, ожидая наплыва посетителей. О том, что картина Франца Халса Святой Лука исчезла, никто не знал. Пока один из смотрителей не заметил на стене пустую раму. А теперь перейдем к Хальсу. Перед вами одна из самых ранних работ Великого Гаанского, живописца начала 17 века Франца Хайса. В фильме, вор которого играет Владислав Дворжецкий, проникает в музей под видом обычного посетителя. Он прячется за скульптуру и крадет картину ночью. А потом выходит на улицу через служебный вход, убедив вахтершу, что он здесь работает, и просто забыл пропуск дома. Эй, пропуск где? Да на минуту я. На самом деле, в момент похищения картины в музее был выходной день. Сотрудники уголовного розыска опросили всех, кто работал. И все, как один, заявили, посторонних людей в здании не было. Как вор попал в музей, главное, как ему удалось выйти из него незамеченным. По большому счету, делал технику. Это сейчас вешают сигнализацию такую, секунду, 25 миллионов камер, охранники, которые постоянно ходят. Это все, что в американских фильмах показывают. Следственная группа еще не успела вернуться из музея на Петровку, 38, а ее руководителя уже вызвали для отчета в прокуратуру СССР. Дело о похищении картины Халса было взято под особый контроль. Кража произведения искусства события, конечно, не заурядная, но причина повышенного внимания к нему со стороны властей была в другом. Буквально за пару недель до этого министр культуры СССР Екатерина Фурцева, находясь в заграничной командировке, заявила, в Советском Союзе, в отличие от Запада, музеи не грабят. Екатерина Алексеевна была очень светской дамой, ее многие деятели искусств любили. Она души не чаяла в балетных, в художниках, очень хорошо принимала журналистов. И вот она как раз допустила маленький промах, ей не свойственно. И министр даже получил серьезные замечания, меньше болтать, меньше трепаться. В 1911 году, накануне кражи картины Леонардо да Винчи Мона Лиза, директор Лувра тоже утверждал, что похитить ее невозможно. Это все равно, что украсть колокола из собора Парижской Богоматери. Джоконду нашли только спустя два года. И все это время ее изображение не сходило со страниц мировых печатных изданий разных стран. Советский следователь Сергей Дерковский, который руководил поисками святого Луки, не мог рассчитывать на столь широкий общественный резонанс. О том, что картину Халса украли, в советских газетах не писали. Дело было засекречено. Тогда не было специального отдела в море, который занимался именно специально кражами произведений искусства. Но Дерковский был очень опытный, оперативник. И вот он начал охоту за теми людьми, которые попали в поле подозрения тогдашней милиции. В художественном фильме вор крадет картину по заказу спекулянта-антиквариатам Лоскутова. Его играет Олег Басилашвили. Это план музея. Вот здесь, у входа в малый зал, висит картина, которая меня интересует. Возьмите ее, получите 10 тысяч наличными. Фарцовщик? Два дежурных вактера. Такой человек, стремящийся к выгоде, торгующий иконами, всякой такой антикварной редкостью. Для него вопрос искусства не стоит, для моего Лоскутова. Ему все равно, лишь бы деньги платили. Вот и все. Он не понимает разницы между Левитаном, допустим, и Пикассо. Пикассо моден, за него платят столько-то, а за Левитана столько-то. Надо подумать, кому продать это, кому то, кто больше даст. Все. По сюжету фильма Лоскутов планирует продать картину Халса иностранному коллекционеру. Именно этот мотив похищения Святого Луки следователи считали основным и во время реального расследования преступления. Как правило, произведения искусства воруются по заказу. Человек знает, что он берет, и куда он это денет потом. Потому что живопись – это же не валенки. Это не телевизор, это не денежные знаки, это не бриллианты. Вещь, висящая в Государственном музее, мог только заказать только сумасшедший коллекционер, которому не хватало именно этой вещи для того, чтобы ее повесить на определенное место, чтобы коллекция была полной. Может быть, у нее там была безумная мечта – собрать всех четырех евангелистов вместе. Такое тоже возможно. Украденная картина – лишь часть цикла работ Франца Халса, на которых изображены четыре евангелиста – Лука, Матфей, Иоанн и Марк. Художник написал их в середине 20-х годов 17-го века, находясь на пике популярности. Но известность ему принесли вовсе не религиозные сюжеты. У Халса есть чудесная работа, моя любимая его работа. Она называется «Веселый собутыльник». Она висит в постоянной экспозиции к музею в Амстердаме. И там изображен молодой человек, слегка выпивший, с нежным румянчиком таким, знаете, как бывает у выпившего человека. В желтом костюме, который держит в руках стеклянный бокал с белым веновым, значит, и в огромный черный шляп. И вот в этом весь Халс. Халс про жизнь. Голландия времен Халса – молодое буржуазное государство, которое после 80 лет борьбы с испанскими завоевателями наконец обретает независимость и становится крупнейшим торговым центром Европы. Это Голландия 17 века, и это Голландия Франца Халса. Он почти никогда не уезжал из родного Харлема. И, наверное, не было нужды. Кстати, Рембрандт тоже не уезжал из Голландии вообще. Он считал, что все, что ему нужно, находится на этих родных просторах. Здесь спорили о том, куда вкладывать деньги, строили финансовые пирамиды, богатели и разорялись. Франц Халс быстро вписался в новые рыночные отношения. Одним из важнейших факторов этого времени в Голландии – это создание впервые в Европе художественного рынка. Представьте себе, что такое рынок. Прежде всего, это конкуренция. И голландские художники, конечно, конкурировали друг с другом за каждого покупателя. А были ли покупатели? Были. Халс прославился в 1616 году после создания группового портрета «Банкет офицеров стрелковой роты Святого Георгия». У художника появился свой круг клиентов, среди которых были и знаменитости. Например, математик Рене Декарт. Он пишет как индивидуальные портреты, часто это портреты парные, портрет мужа и жены. И Франц Халс также писал портреты корпоративные. Это такой сугубо голландский жанр, когда были корпорации, такие объединения, военные объединения, как бы такая городская милиция, так сказать, самооборона городов. Туда вступали бюргеры. И они всклаченную заказывали Францу Халсу, как и многим другим голландским портретистам, уже самый знаменитый такого рода портрет, «Сочной дозор» Рембрандта в Рейкс-музеуме. И Франц Халс исполнял такие заказы, снискал себе действительно огромную славу среди современников. Днем Халс пишет портреты на заказ, а вечером идет в любимый кабак и творит уже для души. Он пишет очень свободно, легко. Вот в лувре висит его цыганка. Она такая легкая. Он подходит к холсту грунтованному, начинает писать без предварительного рисунка, без подмалевка. Почти эскизная манера. Мы видим на многих его работах вот такое голландское простонародие. Пьяниц действительно замечательных, Балагура, Весельчаков. Вот такая была Голландия, веселая. Это все сюжеты хальцевские. Возможно, именно там, в кабаках и тавернах родного Харлема, Франц Халс нашел образы и для своих религиозных полотен, среди которых был Святой Лука. Это мог быть случайный собутыльник, это мог быть нищий плотник, который строил корабли, а купец, который мимо проходил. Другое дело, что несколько неожиданно для него вот это изображение. До какого-то времени считалось, что он религиозной композицией не писал. Кто мог заказать Халсу портреты четырех евангелистов? В Нидерландах окончательно победил протестантизм. Церкви больше не украшают изображениями святых. Может, художник написал эти полотна для католика, желающего тайно повесить их дома? Или для себя? Но был ли он глубоко верующим человеком? Возможно, эти же вопросы задавал себе бельгийский искусствовед Жак Ванденберг, оказавшийся в 1965 году в Москве. Он часами простаивал перед картиной Святой Лука и делал какие-то заметки в блокноте. После кражи полотна сотрудники Пушкинского музея вспомнили подозрительного иностранца и рассказали о нем следователю Сергею Дерковскому. Оперативники тут же установили слежку за туристом из Бельгии. Выяснилось, что по образованию он искусствовед. В СССР уже был раньше и даже пытался установить какие-то контакты со спекулянтами-антиквариатами. В отель «Метрополь», где жил Ванденберг, посылают агента. Симпатичную девушку, которая знакомится с подозреваемым, представляясь ему дочерью подпольного коллекционера. Вышли при помощи девушки, которую называли «ласточкой», есть такой термин. И в «Метрополь» она наведывалась. Пригласила его к себе в гости, потом рассказала о том, что вот у нее отец этим занимается, что она бы хотела сбыть картину. Девушка показывает Ванденбергу мастерски сделанную копию Рембрандта. Потрясенный бельгиец просит день на раздумье. Сергей Дерковский уверен, Ванденберг согласится. Однако на следующее утро он получает срочное сообщение. Бельгийский турист только что зарегистрировался на рейс Москва-Брюссель и с минуты на минуту покинет СССР. Самолет был задержан. Иностранец не особенно возмущался. Обыскали всего. И личный досмотр был, что редко бывает. Короче говоря, ничего не нашли. Следователь Сергей Дерковский в раздумьях. Был ли бельгиец причастен к похищению святого Луки? Может быть, шедевр Халса уже вывезен за границу? И почему украли именно эту картину, если рядом висели другие, более известные полотна? Халс жил в одно время с Рембрандтом и Вермеером. Сегодня искусствоведы называют его одним из главных художников золотого века голландской живописи. Но широкой общественности он известен, конечно, не так хорошо, как его прославленные современники. Очень часто же в истории искусств художники, которые являются местными знаменитостями из телебритис, потом просто не остаются. Их знают только специалисты, и то ли все. Но обычно я людей спрашиваю об этом. Кто расписал купол собора Сестого Петра? Это главный христианский храм на земле. Это его строил Микеланджело. Там еще 15 других человек, тоже не последних. Никто не знает, кто расписывал купол собора Сестого Петра. А когда человек этот получил заказ, то он был одним из важнейших художников Рима. А имя подмастерия этого художника знает теперь весь мир. А в 17 веке его не знал никто. Подмастерия звали Микеланджело Мерези. Ди Краваджо расписывал купол кавалер Дарпина. Меняются взгляды, меняются моды, и какие-то художники, которые не были модны, как в Вермиире, например, становятся звездами, а какие-то художники, наоборот, уходят в тень. К концу жизни звезда Халса закатилась. Заказов стало все меньше, проблем все больше. Первая жена умерла, со второй не повезло. 12 детей, долги, безденежья. Жена какая-то была очень скандальная. Очевидно, вот эта необходимость того, чтобы накормить детей, дать ему какое-то, наверное, образование, что-то в этом роде, потому что, естественно, за все надо было платить в этом мире. Приходилось много работать, и, очевидно, ему не хватало. Он просто физически не хватало. Главными персонажами его картин становятся старики и старухи из приютов для престарелых. Это темные полотна, наполненные глубоким пессимизмом. Вот они, 27 оттенков черного, которые увидел у Халса Ван Гог. Голландец Ван Гог присмотрелся к этой черной палитре и вдруг увидел всю возможность хальсенского колористического дара. А он был совершенно уникальный. Почему? Потому что хальс сделал революцию фактически в безображении. Он последовательно использовал свободную манеру, открытый мазок. Голландцы его не поддержали. Мода пошла на точность, тонкость, прилизанность. Ничего плохого в этом я не вижу, но это другая мода. И хальс со своей абсолютной свободой конечно стал стариком хальс. Последние дни жизни художник провел в богодельне. А после его смерти черная полоса началась и у четырех картин, посвященных евангелистам. В 18 веке они были куплены на аукционе для коллекции Эрмитажа по заказу Екатерины II. Но до России доехали буквально чудом. Корабли попали в шторм. Один из них затонул, а второй с пробоиной добрался до Санкт-Петербурга. По счастливой случайности полотна халса находились именно в нем. Но публика их так и не увидела. В Эрмитаже картины сразу попали в запасники. Авторство халса к этому времени было уже забыто. То есть они не подписаны, поэтому кто там разбирался, халса нет, они просто поняли, что это какая-то западноевропейская живопись. На сюжет религиозный это было понятно. Спустя 40 лет по распоряжению императора Александра I 30 картин из запасников Эрмитажа были отправлены на юг Российской империи для украшения католических храмов Таврической губернии. Евангелисты халса оказались в их числе. В революционные годы картины были утеряны. И только в 1958 году Святой Лука объявился вновь. Его увидел на одесском привозе местный коллекционер. Чисто случайно один из одесских искусствоведов на рынке увидел пожилую женщину которая продавала портрет в котором он понял что это в общем-то высоко художественное произведение. Он спросил сколько она хочет за полотно она сказала 6 рублей ей заплатили 9 она была безмерно счастлива. Ну было понятно что это старинная картина но кто автор и судьба его была неизвестна. Возможно история о покупке на рынке шедевра Халса всего лишь легенда. Однако факт остается фактом. Две картины из его цикла Святой Лука и Святой Матфей в середине 20 века оказались в одном из одесских музеев. Считалось что их написал неизвестный русский художник 19 века. По счастливой случайности в 1959 году Ирина Владимировна Линник ныне покойная один из крупнейших специалистов в области атрибуции старой западноевропейской живописи оказалась в городе Одессе где в музее русского заметьте незарубежного искусства в запасниках ей показали две картины которые считались произведениями русской школы 19 века изображения двух евангелистов соответственно Луки и Матфея Блестящий специалист едет в Одессу по каким-то своим командировочным делам видит неизвестного русского художника и говорит буквально Остолбенев это он это он кто рядом даже не поняли кто он она узнала кисть хаоса Это открытие потрясло мир искусства до нашего времени дошло примерно 300 картин Франца Халса но никто не знал что у него есть сюжеты на религиозную тему как писал американский искусствовед Сэмур Слаев шанс найти религиозную живопись Халса был примерно такой же как найти натюрморт работы Микеланджело то есть практически равен нулю открытие цикла из четырех картин изображающих евангелистов является одним из любопытнейших и очень важных открытий в истории изучения старого западноевропейского искусства картины перевели в постоянную экспозицию Одесского музея западного и восточного искусства а в феврале 1965 года привезли на выставку в Москву в Пушкинский музей откуда святой Лукай был украден прямо среди бела дня с момента похищения прошло почти полгода а у милиции так и не было никаких зацепок Фурцева почти ежедневно призывала к ответу министра охраны общественного порядка РСФСР Вадима Тикунова требуя найти картину оперативники сбились с ног ничего не выходило и тогда решили подключить мощнейшую в ту пору организацию под названием КГБ Комитет государственной безопасности это была работа совместная нескольких спецслужб и совместная работа нескольких спецслужб она себя оправдала В августе 1965 года на проспекте Калинина так тогда назывался Новый Арбат прямо на улице к солидному мужчине в дорогом костюме подошел юноша и предложил купить полотно уровня Рембрандта за 100 тысяч рублей подъел в сторону и сказал что это есть картина вот иностранец выслушал его очень хорошо одетый говорящий на хорошем как показалось этому воришке на хорошем немецком языке он сказал что действительно да вот он все поможет сделает но сам он не коллекционер иностранец сразу понял что речь идет о каком-то действительно ценном произведении искусства раз за него просят такие немалые по тем временам деньги на ломаном русском он договорился с юношей о новой встрече на которую пообещал привезти настоящего коллекционера молодой человек очень обраковался он даже представить себе не мог что случайный прохожий которого он принял за немца оказался сотрудником КГБ понятно что когда ты на Новый Арбат идешь выбирать иностранца вероятность напороться на сотрудников контора довольно высока либо на людей которые связаны и работают как агенты потому что Новый Арбат там Бродвей бывший я имею в Тверскую улицу ряд еще других мест они были просто все в агентуре КГБ это же очевидно с одной стороны можно сказать что это повезло с другой стороны это все-таки вот именно профессионализм сотрудников и в том числе вот такая быстрая профессиональная реакция когда надо было ситуацию просчитать буквально там ну засчитанные минуты и избрать правильное решение которое позволяет решить все задачи профессиональной деятельности то есть установление неизвестного выхода на предполагаемых похитителей и так далее за юноши установили слежку каково же было изумление сыщиков когда молодой человек оказавшись на улице в Волхонке направился прямо к Пушкинскому музею и зашел в него через служебный вход и наружка была просто ошеломлена потому что тот самый молодой человек который предлагал продать картину это оказался сотрудник музея установить личность подозреваемого не составило труда это был 27-летний реставратор Валерий Волков человек приходит в зал пустой смотрите или нет потому что музей для публики закрыт он реставратор у него право свободного прохода по всему музею он приходит быстро поскольку сколько там вырезать картину из рамы секунд 30 камер нет никого нет он ее вырезает быстро скручивает кладет в пиджак она не очень большая он ее быстро кладет в пиджак и вернусь и все чтобы задержать подозреваемого была разработана спецоперация на роль иностранного коллекционера потенциального покупателя картины подобрали сотрудника внешней разведки Леонида Краснова был человек блестяще знавший немецкий похожий на немца работавший под крышей посольства зарубежья и приехавшего сейчас в Советский Союз и он действительно сумел договориться с Волковым что очень дорого те 100 тысяч которые Волков требует за картину лучше бы немножко снизить цену потому что он отдаст деньги наличными и все до свидания он уезжает скоро все Волков поверил и действительно сделка состоялась на решающую встречу переодетые под иностранцев сотрудники КГБ прибыли на Мерседесе последней модели с автомобильными номерами ФРГ это чисто оперативная комбинация когда они были экипированы и у них была отработана совместная линия поведения и элемент актерской игры присутствовал и атрибутика начиная там скажем от одежды и заканчивая маркой иностранных сигарет которые там были все для убеждения потенциального вот продавца в том что он имеет дело именно с серьезными людьми которые располагают серьезными деньгами которые готовы обсудить его предложили Волков привел Краснова к двухэтажному старинному дому и вынес сверток завернутый в газету это была картина Халса Святой Лука совсем немногие музеи мира имеют картины Франса Хальса поэтому я вам с огромным и особым удовольствием представляю Святого Лука кисти Великого Гранского живописца кинокартину возвращения Святого Луки сняли через пять лет после того как это преступление было раскрыто но даже тогда зрители не знали что фильм основан на реальных событиях тогда ли все скрывало все должно быть очень хорошо и ничто не должно волновать наши сытые полные счастья умы актер Олег Басилашвили тоже считал что вся история показанная в фильме вымысел но о том что такие спекулянты произведениями искусства как его герой Лоскутов в СССР были конечно знал сколько Богоматерь сто пятьдесят Иисус разбойниками триста четыреста пятнадцатый век новгородская школа исключительно редкий сюжет вот как дядя Ваня в пьесе Антона Павловича Чехова дядя Ваня говорит Серебрякову который занимается искусством он говорит ты двадцать пять лет пишешь об искусстве ровно ничего не понимая в искусстве вот Лоскутов человек который торгует искусством ничего в нем не понимает знает только цену вот в этом сценарии возвращения Святого Луки было заложено нечто кроме простой детективной истории какие-то вопросы о нравственности пусть даже поставлены очень так поверхностно но все-таки они были о нравственности о морали недаром же этот фильм до сих пор идет по телевидению его смотрят с удовольствием он не производит впечатления устаревшей картины современный фильм сегодня Олег Басилашвили с ностальгией вспоминает о съемках например о том что режиссер Анатолий Бобровский учил его не бояться камеры или как после трудового дня Владислав Дворжецкий коротал вечера его хобби никак не вязалось с экранным образом я пошел а напоследок предупреждаю кто выкинет шутку из-под земли откопает он в моем понимании такой знаете ли мужественный человек с большими глазами с большим думающим лбом и так далее и так далее судя по его ролям в других фильмах а тут когда мы значит кончали съемку и вышли в нашу утлую гостиницу по номерам расходили чем он занимался он сделал вязал кофты он очень хорошо вязал он кашне вязал шерстяные у него клубки были этой шерсти вот эти самые вязальные спицы герой Владислава Дворжецкого вор рецидивист по кличке граф обладал просто суперспособностями например мог легко отключить сигнализацию в музее или без ключей проникнуть в дом заказчику похищения картины кроме того по сюжету было понятно что граф сбежал из фильма за ним гонялась вся милиция Советского Союза а он эффектно спрятав глаза за черными очками легко обводил стражей порядка вокруг пальца представители госкино даже попросили создателей фильма не так сильно романтизировать его образ и вот в заключении на двух листах они дают свои замечания артистическое проведение операции хладнокровия и мужества графа во всем комплексе эпизодов кражи поневоле заставляет переживать за исход его трудной доли и даже сочувствовать его успеху поэтому графа следует в кавычках поставить на место показать его как человека отвратительного аморального жестокого Валерий Волков укравший святого Луку тоже сидел в тюрьме за кражу отпечатки его пальцев скорее всего были в базе данных милиции и именно поэтому он не стал трогать раму чтобы вытащить картину а просто полоснул под ней ножом во всем остальном Волков совсем не соответствовал своему экранному образу он мечтал стать художником хотел поступить в Суриковское училище в Пушкинский музей устроился по фальшивым документам он какими-то неправдами сумел попасть в Пушкинский музей и работал там временно ну таким реставратором краснодеревщиком и с него все время требовали диплом в характеристике на Волкова которая хранится в его личном деле указано что он относился к работе добросовестно но позже стал вступать в конфликты с руководителями и получал выговоры за прогулы тем не менее даже после этого коллеги написали в его защиту письмо за время работы в музее он всегда был дисциплинирован исполнителен он умеет содержательно заполнить свой досуг чтением посещением выставок тот кто писал эти строки конечно не подозревал что спустя пару лет этот исполнительный сотрудник варварски вырежет ножом шедевр золотого века голландской живописи и беспрепятственно вынесет его из музея это как сумасшедший итальянец который украл Мону Лизу вообще не собираясь ее никуда продавать она лежала в чемодале пока ее случай не нашли Мону Лизу похитил итальянец Винченцо Перуджо он работал в Лувре плотником и как в случае с Волковым полиция даже предположить не могла что картину украл человек который служит в музее потрясающее совпадение там плотник спокойно из главного музея мира Лувра вынес картинку под мышкой не знаю как он это сделал здесь этот негодяй абсолютный варварский изувечен любители не воры но в отличие от похитителя Джоконды который совершил кражу по идейным соображениям мечтая вернуть картину в Италию у Волкова были другие мотивы на суде он заявил что украл святого Луку по заказу одного московского коллекционера тот якобы обещал Волкову за это настоящий диплом Суриковского училища его постоянно требовали в Пушкинском музее Волков убеждал следствие что вот этот именно человек он избил его с панталыку потому что сначала он обещал Волкову за тысячу рублей диплом настоящий Суриковского а потом он сказал что надо отрабатывать твои деньги по другой версии Волков был должен коллекционеру большую сумму он занимал деньги чтобы водить по ресторанам свою девушку по имени Изольда появилась девушка с которой начались романтические отношения и он очень хотел за ней там наверное как-то красиво все это ухаживать средств совершенно к этому не было и это тоже его заставило пойти на столь странный шаг на самом деле история мне кажется она до конца неизвестна она ведь была абсолютно закрыта В ходе следствия причастность к краже коллекционеров или спекулянтов доказана не была вся вина за совершение преступления легла на Валерия Волкова он получил 10 лет тюрьмы почему он украл картину Халса загадка которая до сих пор не дает покоя искусствоведам ни одна из этих версий не подтвердилась нет доказательств что он действовал по заказу а он сам может говорить все что угодно ему там лично президент США приказал украсть Халса он может это совершенно спокойно заявить я думаю что автор кражи человек который украл вторую вещь был сумасшедший вы давно работаете в музее 25 лет на моей памяти не было ничего подобного скажите а что вот в этом зале есть картины большей стоимости чем святой лука разумеется вот хотя бы охота или рембрандт портрет брата прототип главного героя фильма похищение святого луки полковника милиции Зорина следователь Сергей Дерковский он принимал активное участие в написании сценария картины на роль Зорина был утвержден актер Всеволод Санаев он такой образ классического советского следователя гуманиста но самое главное что он и профессионал блестящий это показано как он в музее определяет что там происходит руководство музея изобразительных искусств имени Пушкина от фильма открестилось снимать в здании музея создателям кинокартины запретили более того было дано указание на высоком уровне насколько я понимаю прошение было из музея Пушкина и министерство культуры этим занималось полностью устранить ссылки на музей Пушкина как таковой Сотрудники Пушкинского музея до сих пор не хотят вспоминать эту историю даже те кто в 1965 году здесь не работал воспринимают это похищение как личную трагедию Это настолько неординарная для музея и для людей работающих в музее ситуация что такой стыд и внутренний такой вот позор для сотрудников для людей работающих в музее Несмотря на то что официально картина Халса принадлежала Одесскому музею и была привезена в Москву только на время восстанавливать ее решено было здесь в Пушкинском Реставрацию поручили одному из лучших специалистов Советского Союза Степану Чуракову Отец очень переживал я помню даже это больше рассказывала мама что у отца на вот этой нервной почве даже голос сел Святого Луку реставрировали два с половиной года так как вор вырезал картину ножом специалистам сначала нужно было соединить куски которые остались на подрамнике с основным полотном этот человек он вырезал живопись и та часть живописи оставшаяся на подрамнике и найденный вот сам холст нужно было соединить встык с сохранением нитей всех реставрации труд весьма кропотливый и длительный можно целый день присидеть и сделать несколько миллиметров сложность этого в том что вот именно сохранить автора это чаще всего работа под микроскопом поэтому говорить о двух годах это в общем-то не предел как история реставрации возможно она сравнима даже с реставрацией Даная Рембрандта которая в Эрмитаже была облита кислотой и которая была почти там не знаю сколько процентов утрачена и реставрация просто длилась очень долго по времени если сравнивать реставрационную мастерскую с больницей то легко представить как полотно возвращают к жизни сначала специалист собирает на пациента полный анамнез заводит карту с подробным описанием болезни делает снимки поврежденных мест а потом обязательно отправляет на рентген кладется пленка просвечивается рентгеновскими лучами пленка проявляется далее рентгенограммы сканируются и сшиваются в единое изображение здесь мы видим некоторую тень авторского красочного слоя и очень хорошо видим характер плетения холста который абсолютно четко голландский холст 17 века более того харлемский холст это действительно рентген картины холста но не святого Луки а святого Марка сейчас это полотно принадлежит Пушкинскому музею но его судьба могла стать самой печальной из всех евангелистов в начале 70-х годов прошлого века известный эксперт в области творчества холста реставратор Клаус Гримм на аукционе купил портрет бородатого мужчины кисти итальянского художника 17 века Луки Джордано красивый гофрированный воротник должен был подчеркнуть светский статус изображенного на картине персонажа но покупателя картины что-то насторожило поскольку он сам реставратор он эту картину отреставрировал оказалось что воротник был добавлен позже он его удалил а расчистка фона выявила изображение льва и в этой достаточно изуродованной испорченной вещи ну такая странная голова старика с пририсованными манжетами такая немножко нелепая он увидел в ней евангелиста Марка кто и в каких целях превратил евангелиста Марка в модного мужчину неизвестно картину отреставрировали сейчас она находится в Пушкинском музее мы здесь видим на самом деле все что необходимо чтобы понять что перед нами произведение Хальса то что красочный слой у него очень жидкий и очень тонкий написан практически без подмалевка естественно некоторые разрушения последствия того что картина жила и отчасти отражает в общем ту трагическую историю которая с ней произошла святому Луке повезло еще меньше вор не только варварски вырезал картину из рамы но и свернул ее красочным слоем внутрь что категорически запрещено а потом несколько месяцев хранил полотно за печкой особи красочного слоя это утраты это утраты авторской живописи они бывают чаще всего вот из-за неправильного хранения именно такое небрежное обращение вор с шедевром вызывает много вопросов как реставратор мог допустить такие ошибки и почему он сознательно испортил полотно если собирался его продать картина пострадала чрезвычайно каким же он был реставратором если он свернул это как не нужно запихнул куда-то туда загарник запечка она была закопченая это полотно она была грязная я удивляюсь как реставратор не знал элементарных вещей что полотно нельзя сворачивать мять потому что появляется на любом полотне на любом тем более на полотне таком старинном появляются трещины эти трещины как раны они никогда не заживают с картинами надо быть осторожным вообще ну это байка старинная что картина это принесли несчастье но ясно что вот волкова оно счастья по крайней мере не принесло никак о том что Франс Халс а также все его картины прокляты существует много легенд по одной версии это сделала его незаконно рожденная дочь по другой харлемская ведьма Мали Баби который не понравился ее портрет написанный художником она уже не вполне трезвая она и сова у нее такая тоже в общем не очень трезвая так скажем и сразу чувствуется вот эта вот обстановка вот этого мира кабачного и вот такая вот такая безумная полубезумная полупьяная старуха которая хозяйка этого кабака ну бабка и бабка злая бабка была и он точно уловил ее там настроение а может быть наоборот была милая старушка кормила его бубликами а просто у нее настроение было плохое если почитать все эти бесконечные истории про художников знаменитых и вообще про знаменитые произведения искусства проклятие монолизы проклятие рембранда проклятие грабниц тут он хамона и еще 15 минут проклятие людям свойственно искать необъяснимые какие-то значит вещи особенно тогда когда они не видят логики искусствоведы конечно не верят в проклятие для них франс халс прочно занял свое место в тройке самых почитаемых художников золотого века голландской живописи наряду с рембрандтом и вермеером халс не просто занял свое место он его занимает его оттуда никто не сдвинет то есть они вот эти три художника голландские они абсолютно уникальны ни один из них не повторяет друг друга да он кому-то может быть меньше нравится но он потрясающая величина такой день все четыре картины с изображениями евангелистов тоже наконец прекратили скитаться по миру и заняли свои места в разных музеях Святой Марк в Пушкинском Иоанн в музее Гетти в Калифорнии а Матфей и Лука вернулись в Одессу казалось бы можно наконец предположить что черная полоса в жизни этих картин закончилась однако в 2008 году Святой Лука вновь оказался в паре шагов от неприятностей из Одесского музея восточного и западного искусства воры похитили копию картины Караваджо поцелуй Иуды полагая что это оригинал Святой Лука Халса висел рядом случайность или злой рок не перестал преследовать полотна голландского художника покажет время КОНЕЦ КОНЕЦ